Специалисты от Бога. Так говорят о тех, кто всю жизнь идет рука об руку с любимой профессией. Для кого одной из первостепенных ценностей является помощь другим, кому свойственна чуткость и сострадание, и, наконец, невероятная преданность своему делу. Все это о Константине Георгиевичей Шелепине, главвраче Брестского онкологического диспансера, почетном гражданине города Бреста, об авторе полусотни научных работ о человеке с большой буквы. Он ушел из жизни в августе 2020-го, но память о нем в сердцах людей живет и по сей день. Накануне в Брестском онкологическом диспансере открыли мемориальную доску, тем самым увековечив имя Константина Георгиевича Шелепине. Руководство города и области, сотрудники учреждения, коллеги, благодарные пациенты, почтили память замечательного человека. Константин Георгиевич, это был профессионал с большой буквы, это был ученый с большой буквы, это был почетный гражданин нашего города, и в 2016 году граждане единодушно поддержали решение наших депутатов присвоить ему это почетное звание. Думаю, что лучшей памятью о ушедшем Константине Георгиевиче будет дальнейшее развитие данного медицинского кластера, дальнейшее развитие медицины города Бреста. Вы знаете, что уже в течение небольшого времени мы пополнились новыми медицинскими объектами. А со стороны власти, как приоритет, всегда останется главное. Это здоровье людей, здоровье наших граждан. И мне даже кажется, вот это мероприятие, которое общественно, оно носит в том числе и медицинский характер, потому что мы показываем отношение к людям белых халаток. Константин Георгиевич Шелепень для нас всех, его учеников, коллег, соратников, был примером подражания во всем. И в обычной жизни, и в нашей профессиональной деятельности, потому что во многом, конечно, то, чему мы научились, что умеем, это благодаря ему, его упорству, потому что каждый из нас знает, когда сталкивается с обучением, наставлением молодежи, какие есть тонкости, нюансы. И это все, конечно, приобретается с возрастом, с опытом. Вот этот опыт, эта мудрость, конечно, у Константина Георгиевича была огромнейшая. Константин Георгиевич Шелепень, он был доктором с большой буквы, всецело посвятившим себя профессии человеком, осознанно выбравшим сложный путь врача-онколога. История о том, как в его жизни появилась медицина, стала настоящим открытием для нашей съемочной группы. Мой отец, участник войны, пожилой человек, он рано умер и болел очень. И вот у меня была такая идея, что стать доктором и помочь в лечении. Но он умер, я еще учился тогда в школе, но как бы, как можно сказать, там обед, не обед давал. И я поставил себе задачу, хотя в то время, в 65-м году, поступление школьника на лечфак, это было очень сложно, нужно было сдать все на пятерки. Но я эту цель себе поставил и как бы ее и решил. Понимаете? Ну, то есть для меня вот уже в юношеские годы это было ясно и понятно, что я должен быть доктором. Константин Шелепин окончил Минский государственный медицинский институт. Работал в Барановичах, затем стал основателем областного онкологического диспансера. Возглавив его в 1989 году с поста главного врача он ушел в 2017-м. Константин Георгиевич один из самых известных врачей-онкологов в Беларуси. И при всей своей занятости он был прекрасным семьянином и замечательным отцом. Строгим учил меня жизни и всему, чему я достиг, это благодаря ему, в принципе. Он был настоящим мужчиной, с большой буквы. Спасибо, конечно, всем. Большое спасибо властям, всех уровней, друзьям, коллегам. Но он незримо будет здесь и будет в своем присутствии помогать каждому всяк-седахово входящему. Я думаю, что, ну и желаю коллегам его, чтобы поменьше работы, поменьше пациентов. Ну, чтобы эти двери, не хочу, чтобы были открыты, чтобы они в скором времени закрылись. Прекрасный врач и сильный организатор. За 28 лет Константину Георгиевичу удалось сделать Брестский онкологический диспансер с современным центром оказания помощи пациентам. Были построены лечебные и радиологические корпуса, блок лучевых установок, современная поликлиника, проведено перепрофилирование, реконструкция диспансера с открытием трех хирургических отделений и радиологического отделения. В январе 2015-го введен в строй хирургический корпус, что позволило дополнительно открыть новые хирургические отделения. Все, что на сегодняшний день имеется в арсенале нашего диспансера, начиная с этого огромного количества зданий, материально-технической базы в виде оборудования, тяжелой техники, линейных ускорителей, которые в одними из первых появились именно в Брестском онкодиспансере, в Брестском регионе, то оборудование, которого до сих пор нет в других областях, это все заслуга Константина Георгиевича, это долгие упорные годы работы, работы с органами местной власти, с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, как депутата, как главного врача, как просто человека, который на самом деле с большим, как сейчас принято модным словом называть, тем большой эмпатией относился к своим пациентам, к родственникам пациентам. И он всегда учил, что все должны относиться, все врачи, все медработники должны относиться к своим пациентам, как к самым близким людям. Укрепление материально-технической базы диспансера и внедрение в лечебную практику прогрессивных технологий позволило значительно повысить качество лечебно-диагностического процесса и улучшить онкологическую помощь населению. Огромное значение при строительстве, уделял Константин Георгиевич Цвету. Человек приходит с бедой, да, а тут еще все серое, все... Но это не есть хорошо. Я просто видел за рубежом клиники, когда они как-то упрощают, но не казарма, что называется, да. Это нормально. Но, тем не менее, тяжело. Но вот с 89-го года практически то, что задумывалось тогда, скажем, в прошлом году реально уже воплощено. Хотя еще очень много у меня таких есть всяких задумок, которые... Ну, они практически должны быть. Константин Шелепинь гордился родным учреждением, имеющим сверхэффективные современные аппараты. Но техника техника в том, что касается лечения больных, все же главную роль играют врачи. Своим составом специалистов, а это порядка 800 человек, главный доктор-онколог области, гордился. А как иначе под руководством такого человека не могут работать непрофессионалы? А самая главная ценность, конечно, это кадры. Константин Георгиевич очень умело подбирал коллектив врачей, медицинских сестер, работников хозяйственной службы. Вот этот коллектив разрос почти до 800 человек. И это все тоже благодаря Константину Георгиевичу, который сумел и подобрать достаточно перспективные кадры, воспитать их в профессиональном плане. И на сегодняшний день коллектив состоит из настоящих таких продолжателей дела Константина Георгиевича Ширякина. Он был мудр и добр, оптен и отзывчив. И главный его принцип – постулат. Если человек выбрал профессию врача, он обязан работать на результат, коим являются здоровые пациенты. Сегодня там ехал тоже, и тут идет дама, ой, здрасте Константин Георгиевич, а я долго вспоминаю, кто это, это моя пациентка, понимаете. Вот это самая отличная награда. У Константина Шелепня была особая миссия. Он спасал людей. Он был тем самым врачом-хирургом, который возвращал к жизни, дарил жизнь. И память о нем будет жить. Субтитры сделал DimaTorzok